всем привет дорогие друзья сегодня мы значит поговорим в нашем видео о том как же правильно набирать массу эктоморфу мизоморфу ксеноморфу протаморфу и еще там кому-то короче непонятно кому постоянно мне задают одни и те же вопросы я же этот самый натурал мне надо какой-то особенное питание особенный подход мне надо там какая-то схема там кто-то сказал а где-то что-то этот самый а много калорий нельзя пятое-десятое и в общем мусором питаться нельзя я вообще не знаю ким они там мусором питаются то есть может быть каким-то и питаются принципе если они мусором питаются могут приходить ко мне значит этим мусором steam с ними не просто поделюсь им буду его отдавать потому что чтобы него него не выносить на мусорку могут забирать и спокойно им питаться вкусовые предпочтения конечно у всех разные как говорится на вкус цвет товарищей не вот а вообще на мой взгляд мусора в пище нет нет вредной еды вредно вредно вернее не сама пища а тут как бы можно так выстроить цепочку если вы спортом не занимаетесь ничего не делаете поставилась неактивный образ жизни и так далее то много калорий вам будет во вред потому что вы будете тупо жиреть мышц мышц не будет то есть ну и соответственно будут не проблемы со здоровьем тут же там с инсулином будут проблемы с суставами проблемы короче и вообще давление и так далее в общем не хорошие вещи будут посадить но если вы спортсмен то вам обязательно нужно очень много есть если вы хотите вес набрать то есть здесь самое главное это профицит калорий чем больше съел тем больше стал это одно правило для всех и неважно принимаете вы что-то не принимаете это абсолютно не имеет никакого значения чтобы набрать массу нужно очень много жрать минимальное количество калорий в сутки для набора веса это 4000 калорий приблизительно все зависит от объема вашего тела от вашего роста еще там тоже допустим длинные как бы они вес у них побольше поэтому нужно им считать еще больше соответственно чтобы сожрать больше нужно для начала желудок растянуть вот хорошенько потом привыкните к этому делу и будьте уже поглощать еду легко и не принужден вот и когда меня спрашивают вот а как ты так массу набираешь у тебя же рост небольшой тебе легче где это мне легче интересно в каком месте мне также трудно массу набирать как и всем остальным да у меня сейчас такой период когда у меня жрать хочется сейчас у меня аппетит хороший и я ловлю момент я жру целый день хожу постоянно что-то подъедает сережа жрет просто вот заходит на кухню как говорится по-быстрому напал на холодильник и скрылся ем все шу блин не приколочено не прикручено все жираю прям вообще как ураган на кухне прометаюсь и ночью я тоже ем сказать стою все поглощать пищу у меня высоко калорийная ем все абсолютное причем а в период массы набора у меня в основном углеводное питание такое белков не так много и в основном ем одни углеводы это макароны картофель мучные изделия все там мясо если потребляют яйца понятное дело могу жарить дам допустим в супчиках мясо там в тех же рогушках и так далее тоже как мясо там присутствует но его гораздо меньше чем допустим на же сушки потому что на сушке у меня к примеру белков соотношение к углеводам где-то приблизительно процентов 60 70 на 30 40 вот так что самое главное условие это больше ради кстати гейнер в принципе на массе он как бы не особо то и нужен в принципе потому что как бы углеводов и так много дело в том что если взять те же самые макароны к примеру на 1 килограмм макарон это где-то примерно 680 и или 720 граммов углеводов на килограмм и по стоимости они вообще копейки стоят принципе по здесь и сравнивая допустим всем же гейнерам килограмм макарон стоит ну примерно где-то ну где-то 50 центов около доллара что-то где-то так гейнер стоит допустим килограмм при тех же характеристиках по количеству углеводов на он стоит гораздо дороже то есть где-то минимум 4 бакса за килограмм это минимум такой же нормальный гейнер был если хотите гейнер подороже конечно ну вернее получше то он соответственно будет стоить дороже там уже вкусовые добавки будут получше вот и запах по приятней и растворяться он будет тоже получше я лично гейнер сам не употребляю потому что не вижу смысла просто его есть зачем у меня и так пища нормально заходит тем более что углеводов и таким дохренище мне гейнер по сути и не нужен единственное что я ем до протеин вот белок это важно иногда тоже потребляю протеиновые коктейли его выпить гораздо легче чем допустим съесть 100 граммов того же мяса или помню там 200 грамм мяса то есть тем более он еще зубах застрет особенности так говядина то есть вине не зубах а в деснах блин ну-ка не очень приятно протеин чё там закладил себе порцию выпил ты и все сладенькие только приятненькие и нормально и достаточно количество белка потребил вот так что по поводу массы я думаю на этот вопрос ответил а может и не ответил что спрашивайте в комментариях задавайте вопросы отвечу все у нас есть сайт эти твой тренер есть мой сайт iron addict можете заходить туда смотри там тоже целая куча информация даже статью по этому поводу написал блин ну вот такие ну вот как набирать массу и блин постоянно блин мне пишут эти блин дрхи блин которые рассказывают о том что как ну зачем так много жрать это жир будет набираться я буду есть 2000 калорий в сутки буду этот самый но масса почему-то не растет потому не особо же не жрешь нихрена они блин жрут там одну куриную грудку блин в день блин пол спаржа блин и три горошка съедают блин но и стеж у них масса не растет нас слушаются всяких конечно не растет потому что нету профицита калорий чем больше калорий тем больше твой вес и без жира и без пузо на массе x к сожалению никуда если ты хочешь получить быстрый результат то без этого никогда можно блин потихоньку набирать там качество дашу было такое этот самый ну это очень длительный процесс и не факт что ты будешь набирать чистое мясо может быть даже через год ты плен в 1 берешь и с мясом и общую общую массу до с жиром тут тоже еще зависит от организма допустим у кого какой метаболизм вот изначально у кого сколько мышечной массы потому что чем больше мышц тем метаболизм он там тоже как бы сильнее вот и калорий ты больше тоже сжигаешь при этом личные особенности тоже нужно учитывать это очень важно кто там шарится так вот и блин вот сколько раз уже говорю что надо много жрать мне постоянно блин что-то но и что-то пишут всякие эти самые это неправильно это так ты тут туда-сюда я на диете сижу питание должно быть да я не спорю что оно должно быть чистым питанием то есть по возможности по крайней мере не можете сказать что я нечисто питаюсь да я ем к шарам я ем то я ем это и чебуреки могу есть сладости я постоянно жру вот такие вот продукты но и тем не менее я вот набираю большое количество массы вот в отличие от некоторых которые сидят и питаются чисто и толку что нечисто питаются потому что в принципе организму абсолютно пофигу что вы съели ему важно получить свои нутриенты белки жиры углеводы причем белков у мы кстати нужно не так много как кажется многим в основном это углеводы и жиры углеводы это самое со мной топливо для нашего организма она используется блин абсолютно для всего для жизнедеятельности наших клеток нашего мозга и в общем всего всего всего. Белки используются для строительства мышечной ткани. Так как мышечная ткань, она очень, скажем так, медленно строится, то и белков ему, в принципе, как бы не особо много и надо, потому что это очень медленный и длительный процесс. Но опять же, смотря какие витамины вы принимаете, потому что этот процесс можно ускорить. И в любом случае питание должно быть усиленным. Можно так сказать, чтобы вы откармливали себя на фула-гра, есть не хочется, а запихивать надо. Да, у меня были такие периоды, когда мне тоже жрать не хотелось, вот просто хоть убей, прям аппетита нету. Еда вот здесь стоит, есть не хочется, что делать? Сидишь, запихиваешь себе еду, а по-другому никак, просто-напросто. Ешь через силу, пихаешь. Ну, я как бы знал, что желудок подрастянется и все, в общем-то, будет уже залетать аж беру. Единственная проблема, конечно, потом после массы, когда на диету садишься, так как желудок в объеме несколько увеличен, то приходится некоторое время, скажем так, есть небольшими порциями, маленькими, чтобы он обратно стянулся, потому что голодуха на диете и так зверская. А когда желудок такой по объему нормальный, вот жрать хочется еще больше. Ну, и, соответственно, как бы пищевые привычки тут играют, наверное, наибольшую роль, потому что ты на массе как бы привыкаешь к одному режиму питания, то жрешь все подряд, ни в чем себе не отказываешь, что-то такое. Потом, когда садишься на диету, приходится свои пищевые привычки менять. И это очень сложный такой процесс, очень психологический. Физически оно нормально, если чувствуешь, то все в порядке, психологически это очень сложно. Так что здесь в любом случае набор массы идет только через профицит калорий. Абсолютно для всех, неважно какого там телосложения, неважно, что вы там принимаете, не принимаете, это абсолютно никакого значения не имеет. Для натуралов, для ненатуралов, только через профицит калорий. Иначе просто никак. Ну, не набрать. Клетка, она гипертрофируется только под воздействием вот именно большого количества калорий. Также не лишним будет, допустим, употреблять какие-то дополнительные добавки. Тот же креатин, кстати, классная тема креатин на массе. Просто, блин, обалденно. Я не знаю, что там некоторые рассказывают, что он не работает. Но я, когда принимаю креатин, я чувствую, что он работает. И, кстати, по поводу количества приема креатина. Советуют принимать, допустим, я тоже иногда советую по одной чайной ложке в день. Но я почему так советую, потому что, как бы, ну, сами понимаете, потому что, скажи человеку, есть, блин, по две столовые ложки в день два раза, он такой посмотрит, что за фигня, что он несет, блин. Ну, а там так написали, там эти схемы, что-то тут неправильно. Нет. На самом деле, чем больше креатина, тем лучше. Потому что, я сам ощутил это на себе, меня, например, не вставляет одна чайная ложечка два раза в день. Это для меня очень мало. Вот. И после того, как я изучил этот материал, также смотрел другие видео, изучал, кстати, американских футболистов, которые топчут креатин. Это американский футбол, который бегает с мячом, там, руками, как говорится, играют руками и ногами, так вот. Забыл уже, как, по-моему, а, регби, кажется, да? Регби вроде называется. Вот. Так вот, они топчут, да хренища креатина, просто пипец. У них, блин, за раз прием где-то 30-40 грамм креатина, они только за один прием съедают. Это просто обалдеть. Ну, да, конечно, у них объем тела большой, там, как бы, парни такие очень рослые, по метр восемьдесят, по метр девяносто и весом, блин, по сто с чем-то килограмм. Но, блин, они очень много креатина едят. И я подумал, что надо же как попробовать, что этот самый. Я попробовал и сработало. Меня чайная ложечка так не особо там цеплял или вообще иногда не чувствовал, а увеличил количество, блин, и сразу не то, чтобы там, знаете, сила сильно добавилась, но как-то вынослие стало. Вот раньше как-то последние подходы тяжело давались, а тут прям так на легке так вообще идет, как будто, блин, с донкратами работать, с дополнительными. Ой, извиняюсь, это у меня там пищеварительный процесс происходит. Я только что покушал, кстати говоря, чебуреки и бутылок с колбасой. Вот, так что креатина очень нужно много есть. И он действительно помогает, он работает. Да, он задерживает водичку, но преимущество, которое он дает на массе, это, блин, просто ни с чем не сравнимо. Поэтому это очень хорошая добавочка, которая стоит, блин, блин, вообще он, пожалуй, самая дешевая добавка из всех, это креатин и самая, блин, рабочая. Он там фигню стоит, по-моему, а сколько же он там, то ли 8 долларов за полкила, что-то такое. Вот, можно, может быть, можно и дешевле, конечно, найти, потому что производитель сейчас целая куча развелось и все, кому не лень, продают, блин, креатин. Кто продает неочищенное сырье, кто очищенное, кто еще с чем-то там, с добавками каким-то. Я обычный креатин-моногидрат беру, микромазит. Кстати, биотеховский беру. Классная тема вообще, и он растворяется просто мгновенно прям. Ну, как, наверно, там 30 секунд он уже полностью растворился, потому что если брать крупнокристаллический креатин, блин, его, сука, не колоти, блин, полчаса пройдет, а он там эти, блин, прям песок, он так и лежит. Пить не очень приятно, потому что на зубах еще, скорее всего, хрустит. Вот, так что обязательно креатин. Ну, и, кстати, по поводу гейнера, может быть, я зря его и наругал, гейнер, что он, типа, не на ужин там и так далее. В принципе, как бы можно, если смотреть с рациональной точки зрения, да, вот, гейнер, 100 грамм гейнера гораздо легче выпить, допустим, чем съесть порцию макарон, причем почти одно и то же количество углеводов получше. Поэтому, в принципе, если у вас с аппетитом не лады, можете использовать гейнер, употребить его гораздо легче. Что там, коктейль заколотил себе граммов 100-150 и получил себе дополнительно 400 или 600 калорий из гейнера. Пить его можно где-то несколько раз в сутки, в промежутках между едой, либо же есть такой вариант приема, когда мы просыпаемся утром, покушали и навернули порцию гейнера. И потом еще перед тренировкой выпили порцию гейнера, после тренировки порцию гейнера, где-то граммов 50, и перед сном тоже можно граммов 100 гейнера увалить. Это к добавку еще к основному питанию. В чем смысл гейнера? Это чтобы повысить калорийность вашего рациона, употребить его легче, соответственно, и употреблять его немножко приятнее. Поэтому для тех, у кого проблемы с аппетитом, это, ну да, в принципе, согласен, наилучший вариант, так сказать. Ну и плюс с креатином. Креатин вообще можно мешать и с протеином, и с гейнером, то есть неважно, можно с обычной едой. Я, допустим, когда питание определенное соблюдал, я мешал креатин с этим самым, с творогом обезжиренным. Иногда делал это для, скажем так, поддержания себя в тонусе. Ну вот, на диете было дело. Понятное дело, что там. Так, ну что, продолжим наш разговор. А то там, понимаешь, в зал сейчас понадобежало целую кучу народу, и там очень шумно пришлось перебазироваться вот в эту вот очень тесную коморку. Так, что у нас там было? Я говорил про креатин и гейнером. Как сказал уже гейнер, кстати, принимать можно, даже нужно, если вам не влазит какое-то количество пищи, то есть именно дополнять дополнительные калории и получать гейнером. Вот, по поводу креатина я вам уже все сказал. Классная штука, обязательно принимать надо. И еще можно взять, к примеру, эти самые аминокислоты БЦА. Тоже очень классная тема. Многие спорят, нужны БЦА или не нужны БЦА. Я склоняюсь к тому, что они нужны, потому что БЦА очень хорошо и благотворно влияют на нашу печень, то есть помогают ее восстанавливать. БЦА даже, кстати, дают маленьким детям. Этот препарат, по-моему, называется бетергин, кажется, если память не изменяет. Он продается в аптеках, в таких ампулах, по-моему, то ли по 5, то ли по 10 миллилитров. Вот. Кстати, бетергин очень вкусный. Я как-то пробовал, с вами малого покупали, когда там. Классная тема такая. И, кстати, по деньгам я, если честно, не помню, сухо они тогда выходили. Ну, в принципе, значения особо не имеет, где покупать. Но лучше взять, допустим, спортивное питание. Понятно будет, что там уже дешевле, потому что в аптеке всегда дороже. А вот. Ну и также БЦА вообще тоже, они принимают участие во многих биологических процессах. Поэтому принимать их все же нужно. И некоторые могут сказать, ну как же, есть же в белке, допустим, в том же протеине тоже есть БЦА. Да, они там есть, но дело в том, что пока организм этот белок расщепит, большая часть этих БЦАшек погибнет. Потому что в желудке у нас очень кислотная среда. Если кто не в курсе, там у нас соляная кислота, которая обрабатывает все, что в желудок попадает. И, соответственно, лучше принимать растворимую форму БЦА в жидкости, чтобы максимально быстро продукт впитался, скажем так, с наименьшими потерями. То есть для массы, или даже не только для массы, на похудении, при работе на рельеф. Это тоже будет очень полезно. Также можно в аптеке еще взять из аптечных препаратов, к примеру, арататкалия. Тоже неплохо помогает. Нефти, как, конечно, по сравнению с креатином, как бы, можно сказать, не то, чтобы рядом не лежал. Ну, намного слабее. Но, тем не менее, как бы все вместе, оно окажет такой синергический эффект. Потому что, если по отдельности что-то принимать, то ждать на какой-то весомый результат не приходится. Поэтому нужно принимать все в куче, чтобы эффект был максимально сильным. Что еще можно взять из аптеки при работе на массу? И, кстати, не только на массу, но и на сушке это тоже помогает. Милдранат. Классная тема. Он помогает и нашему сердцу, и энергетический обмен он улучшает, и энергии добавляет. То есть, все, кто не принимает, допустим, мои знакомые тоже, я принимал. Милдранат – это классная тема. Намного лучше себя чувствуешь. И тренировочный процесс лучше происходит. Восстанавливаешься быстрее, все такое. Но самое главное – его на ночь не бить, потому что потом хрен заснешь. Больше езжать с такими шарами втыкать в потолок. Поэтому обязательно его нужно принимать в первой половине дня. И, как я уже сказал, милдранат очень хорошо подходит как на массе, в наборе, так и при работе на рельеф. Допустим, на сушке он, мне это кажется, гораздо более необходим, чем даже на массе. Потому что на сушке, как правило, количество калорий у нас урезается. Соответственно, энергии мало. Чувствуем себя так вяло, как-то не очень, не хочется тренироваться, еще что-то. И тут как раз, кстати, нам придется тот же милдранат. Он наше сердечно-сосудистой поможет, и энергия нам добавит, и тренироваться будет легче. И кардио будет легче делать, потому что кардио делать не любит никто. Я еще не видел ни одного человека, который бы занимался бы, допустим, железом и любил делать кардио. Хотя, может быть, такие и есть. Я не знаю. Я лично кардио делать не люблю, и, блин, очень тяжело вообще вхожу в этот процесс. Кардио просто капец. А входить начинаю как? Начинаю, допустим, с ходьбы. Хожу и иногда бегаю. Ну, вообще больше ходить люблю на очень большие дистанции. Там 10 километров, 12 километров. Но это только кажется, что много, допустим, километров. Я не люблю беговую дорожку, поэтому в зале я кардио вообще не делаю. Я хожу именно только на улице. Но это только в период сушки. На массе я кардио вообще не делаю, потому что оно как бы, ну, нет в нем нужды. Можно, конечно, делать для проформы, но как бы это не обязательно. И, как уже повторялось ранее, то есть на массе обязательно нужно кушать все. Там нет такого, чтобы, допустим, вот это вот я есть буду, это есть не буду. Все должно быть высококалорийное такое, плотное, да, по соотношению энергии и веса. Не обязательно, потому что для того, чтобы съесть, допустим, те же там 8 тысяч калорий одной овсянкой или, как бы, скажем так, не то чтобы чистый, не чистый, ну, обычный, ну, хорошо, чистой пищей, допустим, да, без там всяких печенюшек и так далее. Съесть таких продуктов нужно очень-очень много, поэтому не каждый это осилит, и не каждая поджелудочная это тоже осилит. Вот поэтому я и рекомендую, что нужно есть очень много плотных по калорийности продуктов. У них объем меньше, калорий больше, ну, и, соответственно, съесть мы, получается, можем больше и набрать нам необходимую массу. Это очень-очень-очень важно, потому что, если хочешь быстро набрать, нужно что-то делать. А если ты ничего не будешь делать, ты ничего не наберешь, будешь сидеть, у меня там на сайте плакаться, а что я там весь не набрал, а как набрать, а это, а то, а все. Что касается по поводу белка, как я уже говорил, что я мало на диете белка кушаю, да. Вот, если для вас это важно, то вы можете, в принципе, брать тот же творог в магазине. Обезжиренные брать не обязательно, можно брать, например, 9% с жирком, там как раз полезные жиры, очень хорошо для массы, и, соответственно, там хороший по качеству белок. Так, причем это все дело очень легко усваивается. Вот, что касается по поводу, кстати, еще один нюанс, хотел уточнить, что если будете потреблять очень много пищи, обязательно принимайте ферменты, потому что поначалу будет довольно так сложновато. Пищеварительная система пока привыкнет к такому объему, пока перестроится, нужно помогать тем же панкреатином. И для тех, у кого, кстати, сразу такое предупреждение, сделаю для тех, у кого проблемы с кандидозом, это так называемая молочница. Это касается и мужчин, и женщин, потому что не только у женщин бывает молочница. Вот, на массе, когда начнете жрать очень много сладостей, соответственно, если вы будете потреблять еще очень много сахара в чистом виде. Вот, есть такие бактерии в нашем организме, которые называются, по-моему, кандиды. Ну, отсюда и название заболевания кандидоз. Вот, они являются частью нашей микрофлоры, микрофлоры нашего организма. То есть, они у всех абсолютно есть. Они, по-моему, и на коже обитают, и на слизистой, короче, там повсюду. И так, как они очень любят углеводы, то есть, они питаются именно простыми сахарами, вот, если человек начинает есть очень много сладкого, создаются благоприятные для них условия. Соответственно, они начинают плодиться. Ну, и, в общем, вызывают ряд определенных проблем интимных. Ну, и не только интимных, они могут быть кожные высыпания, быть там под мышками, во рту могут быть всякие вещи нехорошие, типа, вроде как, стоматита, там что-то такое, ранки появляются, налеты всякие. Поэтому, если у вас есть такие проблемы, то, конечно, да, сладостей вам кушать много нельзя, поэтому придется использовать, если вы любите сильно сладкое, тогда уже сахарозаминитель, а что делать? И питаться как можно более чисто, побольше риса есть, макарон есть, вот, можно даже налегать на макароны по большей степени, тоже очень хорошо будет. Та же овсянка, тоже классный заход, я лично люблю овсянку с сахарозаменителем, на колбасу туда, можно немножко еще изюмки докинуть, вообще прелесть. Вот, так что имейте этот нюанс в виду, ну, если у вас с этим проблем нет, то, в принципе, вам беспокоиться не о чем, потому что, как бы, если у вас иммунитет хороший, ну, и плюс к тому же, как бы, тут вообще очень много разных вещей бывает, скажем так, не обязательно и не у всех может быть кандидос из-за употребления большого количества сладкого. Ну, это я так предупредил, поэтому вдруг что, знайте, что если у вас будет какая-то там молочица, это не означает, что ваш партнер или там ваша жена или еще кто-то где-то гулял там и, в общем, вам принес. Нет, это может быть ваше личное. Вот главное, чтобы ваш партнер не подумал, что вы где-то гуляли, что на самом деле это не так. Поэтому стоит, сами можете даже почитать об этом в интернете, информация об этом целая куча, соответственно, и, как говорится, если ты владеющий информацией, значит, ты вооружен, то есть будьте чего ответить. Вот такие вот дела у нас. Поэтому масса должна быть массой, ни в коем случае не выдумайте, не надо там питаться одними овощами, потому что в овощах вообще там калорий минимальное количество, но, как бы, там клетчатка, подъедать их тоже надо. Вот. Я лично на массе, как бы, овощи сильно сейчас особо не ем. Ем как раз то, что было запрещено на диете. Знаете, как с голодухи бывает, когда сильно долго чего-то не ел, и потом начинаешь обжираться. Вот. Сейчас я набрал уже порядка 10-11 килограмм. Вес у меня был, получается, когда я закончил диету 79 кг, и вот у меня уже где-то 89-90 килограмм. Также у меня и силовые выросли тоже просто замечательно, я прям вообще в этот раз хорошо так пошло. Единственное, что я сушку начинал не очень хорошо. Протупил, конечно, надо было сначала набирать массу, а я просто два года отдыхал, и тут начал сушиться. В итоге получилось так, что как бы, как энное количество мышечной массы уже было за два года растеряно, и я не успел вот в определенный период времени, то есть, построить нормальную форму. То есть, это произошло потому, что я не набирал вначале массу. Если бы я сделал все как надо, то есть, набрал массу, и потом начал сушиться, форму я бы построил хорошую. Это 100%, потому что я уж так делал. В прошлый раз я сушился с 93 килограмм, и высушился, у меня было 71 кило. Причем форма была гораздо лучше, чем сейчас. А у меня сейчас вес был больше, и форма была хуже. При этом и объемов были меньше, то есть, визуально. Вот такие вот дела. Так что, легче, конечно, форму поддерживать постоянно, чем потом наверстать упущенное, потому что это всегда очень тяжело. Вот. Поэтому, если вы решили, допустим, выступать уже где-нибудь, или что-то такое, или решили просто для себя форму построить, то обязательно нужно сначала массу набирать, а потом уже строить рельеф. И для тех, кто любит, допустим, писать, как перегнать жир в мышцы. Я вас огорчу, жир в мышцы перегнать никак нельзя, потому что сама жировая клетка, она не имеет для этого определенных данных. Для того, чтобы расти мышцы, нужны белки, нужны аминокислоты. В жире этого нет. Жир – это просто скопление энергии, запаса. Вот. Можно только высушиться, а нарастить мышечную ткань можно именно сидя на массе, а потом уже оттачивать рельеф. И для чего, допустим, в бодибилдинге именно на массе сидеть сначала? Для того, чтобы накопить как можно больше веса, нарастить как можно больше мяса, и потом, чтобы при сушке построить очень хорошую форму. С минимальными мышечными потерями. Получается, у тебя как бы запас выше, потому что если ты с минимального, скажем так, уровня начнешь сушиться, то ты как бы рискуешь растерять и так скудную мышечную массу, и, соответственно, как бы это выразиться, не построить желаемую форму. И, в общем-то, разочароваться в этом деле. Поэтому, чтобы не было разочарования, обязательно набираем вес. И по поводу сколько набирать кому? Кому, как и сколько – это, в принципе, уже решать вам. Набирайте сколько сможете, чем больше, тем лучше. Ограничений, в принципе, нет. Я, например, сейчас набираю вес, то есть пока идет хорошо, не знаю. Я пока планов никаких не строю. У меня вот было там, я хотел набрать приблизительно до 90 кг. Этой задачи я уже добился. И сейчас немножко поддерживаю. Но так как у меня есть некоторая проблема, у меня, допустим, есть сколиоз. Вот, и при наборе веса я испытываю некоторые трудности. То есть поясница у меня побаливает иногда. Но сейчас как бы полегче, отпустило немножко, но все равно. Иногда бывает. Поэтому я тут как бы сейчас именно стараюсь, скажем так, замедлил свой массонабор, чтобы это не было так болезненно. Потому что когда очень резко вес набираешь, начинает очень просто, поясница прямо разрывается. Ходить очень тяжело. Сейчас дело обстоит гораздо лучше. Организм адаптировался. Поясница уже практически не болит. Чувствуется некоторое напряжение. Но все гораздо лучше, чем еще несколько, допустим, недель назад. Так что буду еще потихоньку набирать. Надеюсь, может быть до 95 кг я дойду. Не в этом месяце, конечно. Может быть в следующем. Но загадывать не буду. Посмотрим, как оно пойдет. Потому что такое, знаете, оно бывает думаешь одно, а получается совсем другое. Поэтому будем решать проблемы по мере их поступления. В общем, по ходу дела все это смотреть, обсматривать и думать, что делать дальше. Вот. Что нам еще, допустим, может помочь при наборе мышечной массы? Что можно было бы такого употребить? Помимо креатина того же, мельдраната, артатокалия. Обязательно нужно принимать витамины, минеральные комплексы. Потому что, допустим, на массе хоть мы и питаемся, скажем так, усиленно потребляем очень много калорий. Но, как правило, люди имеют определенные пищевые привычки. Поэтому одни продукты они едят больше и чаще, а другие меньше и реже. Вот. И чтобы у нас не создавался дефицит макроэлементов, то есть витаминов и минералов, да, нам нужно еще подкидывать витамины изне. Я, к примеру, спортивные витамины не беру. Я беру витамины из аптеки. Это уже проверенные аптечные витамины супрадина. Очень хорошая штука, кстати говоря. Реально чувствую, что они работают. Особенно на диете, допустим, на массе. Это не так ощущается, но когда на диете сидишь, такой сил нет. В общем, расстроены всегда, туда-сюда. Начинаешь принимать витаминчики, то как-то получше становится. А все почему там в супрадине дозировки несколько выше, чем в других витаминных добавках. Ну и реально чувствую, что они работают. И сон гораздо лучше. Также еще рекомендую принимать этот самый. Если у вас проблемы, кстати, с густотой крови. Вот, к примеру, вы там употребляете какие-то другие витамины. Кровь может сгущаться. То обязательно нужно принимать этот самый аспирин кардио по одной таблеточке в день. Пролонгированного действия, чтобы разряжать кровь. Чтобы у вас вдруг не было тромбоза. Ну и вообще легче себя чувствовали. И кровообращение происходило лучше. Ну и для сердца это, собственно, тоже будет полезно. Потому что ему будет легче кровь перекачивать. Все-таки густую кровь тяжело качать. А когда она более, скажем так, разряженная, этот процесс происходит намного легче. Поэтому аспирин кардио обязательно нужно принимать. Что там еще у нас? Витамины сказал, аспирин кардио сказал. Гейнер у нас уже был. Креатин тоже мы об этом поговорили. Арататкалия был. Мильдранат. Вот. Эти все препараты мы обсудили. Да. И, кстати, обязательно в рацион включаем какие-нибудь заквасочки. Допустим, те же йогурты с микрофлорой. Био-йогурты. Они тоже помогают в пищеварении. Особенно, если вы, допустим, любитель покушать мясца. А вот, чтобы она хорошо там переваривалась, должна быть хорошая микрофлора. Поэтому употребляем в пищу немножко йогуртов. Кефир тут же можем пить. Тоже классная вещь. Я, например, люблю кефир. Особенно сладенький кефир с сахарком. Ну, как сахар я сейчас не ем. В чистом виде именно. В сладостях я сахар употребляю. То есть там, понятное дело, что без этого никак. А для чая, допустим, для всех этих делов. Там в кефир и еще чего-нибудь. Или, допустим, в творог насыпать. То я использую сахарозаменитель. Я вообще не люблю сахар в чистом виде. Потому что он такой... Пусть и вкусие от него остается, в общем, нехороший. Я не знаю, честно говоря, в чем причина. Раньше, по-моему, такого не было. И, как мне кажется, причина в том, что, возможно, поменялся сорт сырья, из которого его изготавливают. Раньше было одно, и сейчас как другое. Не знаю. Может быть, проблема в этом. Ну, а может быть, проблема еще возрастных каких-то изменений. То есть рецепторы тоже, как бы, при разном возрасте по-разному реагируют на те или иные продукты. И с возрастом мы тоже... Наши вкусовые предпочтения могут меняться. Раньше, допустим, мы одни продукты не любили. А потом их начали есть вдруг. Бывает и такое. Вот. Я как-то, в принципе, на диете даже селедку поел. Хотя селедку ненавижу. Просто пипец. Невероятно. Но с голодухи после диеты, блин, вернее, не на диете, а после диеты, селедка залетела просто на ура. Прям. И такая вкусная была. Просто капец. Хотя я сейчас селедку, допустим, не ем. И рыбу тоже не очень люблю. Рыбу очень-очень редко ем. И, кстати, как и для похудения, так и для массы. Очень хороший источник белка. Также яйца. Я, например, ем цельные яйца. Готовлю себе яичницу. Иногда варю всмятку. В смятку просто обалденные яйца. Люблю смятку варить. Их варить очень, кстати, просто. Доводите до закипания. Там, например, еще секунд 10, чтобы они покипели. И тут же выключаете и под холодную воду. Ни в коем случае после того, как начали яйца кипеть, не оставляйте их на 2 минуты, потому что получится яйца вкрутую. Они варятся очень быстро. Ну и, соответственно, если мы сварили смятку, у нас получится желток не провален. И все полезные вещества, все полезные свойства он, короче, в общем, сохраняет. Это очень полезно для нас. Там хорошие жирные кислоты. Если кто-то боится, допустим, холестерина, то бояться этого не нужно. Нашему организму и нашей печени наоборот нужен холестерин. Холестерин, по-моему, также используется для пищеварения, для изготовления желчи. Поэтому обязательно надо кушать яйца с желтком, витамины, все это есть. Цельные яйца – это очень хороший продукт, как на массе, так и на диете. На сушке, в принципе, много желтка особо не съешь. Не потому что там жира много, а потому что жир лишь калорийный. Это дополнительные калории. Поэтому приходится немножко ограничивать. То есть, когда, допустим, на сушке кушаю яйца, то приходится желтки выбрасывать. То есть, из 10 яиц примерно 2 желтка съедаются, все остальное – белки. Вот так вот. Но на массе таких ограничений нет. И можно цельные яйца есть, сколько влезет. Единственное, что при большом количестве яиц, когда их очень много кушаешь, у некоторых людей может быть аллергия. Но это не у всех бывает. У меня один раз всего аллергия на яйца была. Это в детстве, еще, наверное, лет в 13. И после того, вот, все. Вот тогда аллергия один раз была. И по сей день, сколько бы я яиц не съел, вообще никаких проблем не испытывал. Абсолютно. То есть, нормально яйца заходят. Даже в Индии есть там, блин, индусы. Яйца, ну, те вообще там обезбашенные, они сырые яйца топчут. Я лично не рекомендую сырые яйца кушать, потому что, может быть, этот самый... Как же у нас, то ли сальмонеллиоз, по-моему, сальмонелла, или не сальмонелла. Кажется, сальмонелла, палочка, от которой будет очень плохо, можно отравиться. Поэтому обязательно нужно подвергать яйца термической обработке. То есть, чтобы все плохие вот эти вот микроорганизмы, они там померли. То есть, обязательно нужно обрабатывать пищу. Иначе можно чем-нибудь подхватить. Так, ну что, наверное, будем закругляться. А то и так уже видео очень длинным получилось. Если у вас какие-то есть вопросы, если у вас какие-то предложения есть, обязательно можем обсудить это в комментариях под видео, отвечу. Пообщаемся на какую-то тему. Если у вас есть какие-то вопросы по видео, может, я что-то не так сказал. Может, что-то вам непонятно было. Тоже обязательно пишите в комментариях под видео. Обсудим это дело. Также можете заходить к нам на сайт Твой Тренер. Там тоже у нас очень много полезной информации. Очень много тренировок, очень много диет и всего остального. Так что, милости прошу, заходите. В общем, такое вот у нас сегодня, ребятки, видео было. Так что, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока.